Еще раз говорю, идеологическая платформа есть, она разработана, эта идея понятна. Но еще раз говорю, объединяться людей, у которых разные классовые интересы, даже если они декларируют одни идеологические установки, просто невозможно. Потому что если ты коммунист, ты не можешь объединиться с капиталистом. И если этот капиталист попадает в списки другой политической партии, которая вдруг называет себя тоже коммунистической, но нельзя играть в эти игры. Нельзя. Хорошо, я тогда бы тоже сослался на Библию, на которую ты сослал в свое время, сказал бы, ну, кто хочет услышать, пусть услышит. Если есть уши, есть разум и есть понимание. И все же возвращаясь к Краснодарскому городскому совету. Какие проблемы на сегодня вот так остро кричат? Но это же лично-коммунальное хозяйство, мы уже говорили об этом. Да, у вас не одна передача посвящена была этому вопросу. Да, не одна передача посвящаемая этому делу. Кричим, стучимся. Но, как говорится, ВОЗ и КПК и ныне там. Жалко. Но я еще раз, я просто тем, кто думает, что мы забудем эту тему, я бы хотел сказать следующее. Не тщетные надежды ваши. Мы будем долбить, долбить и долбить. Ну и все-таки, какая еще проблема должна? Какая она главная, на ваш взгляд? Вы знаете, я бы посоветовал бы и политическим партиям, и избирателям в этой части все-таки учитывать то, что мы большое государство, и те решения, которые принимаются на федеральном уровне, достаточно сложно реализуются здесь, на местах. Но они порой правильные. И в этом смысле, если все-таки попытаться сочетать интересы федеральные с интересами территориальными, там, местечковыми, то эффект будет более, скажем так, масштабным, интересным и так далее. В этой связи, при формировании избирательных программ политических партий, и если избиратель действительно хочет получить результат, а не просто услышать лозунги от политиков, то он должен понимать, какие сегодня задачи на федеральном уровне поставлены. И акцентировать внимание, в том числе политиков, на те лозунги, которые актуальны сегодня для федерации. К сожалению, мы находимся в ситуации ограниченных ресурсов. В том числе финансовых, там, я уже говорил о кадровых ресурсах и так далее. Если сегодня государство объявило годом охраны окружающей среды и говорит, мы готовы поддержать те или иные направления в этой сфере, но дайте нам базу для реализации тех или иных проектов, покажите, что вы можете в территории сделать, я считаю, это нужно ставить во главу угла. Если сегодня государство действительно почувствовало, и все-таки до них дошло, что проблемы в коммунальном хозяйстве присутствуют, и систему управления нужно модернизировать, констернизировать, значит, это должно стать во главу угла программ территориальных. Ну и так далее. То есть, вот оценить интересы общегосударственные с интересами территориальными, и они должны лечь во главу угла. Андрей, вам слово, вы, придя снова, допустим, в городской совет, на что вы сейчас будете налегать, на что вы будете давить, в какую сторону, куда вы поведете этот состав Красноярского городского совета. Я имею в виду не как лидер, допустим, самого горсовета, а как лидер вот той партии, которую вы сегодня представляете. На что вы будете педалировать? Система выстроена так, что, я, наверное, здесь соглашусь с Артемом, что городской совет, городская администрация лишена фактически самостоятельности в решении огромного количества проблем, которые есть в городе Красноярске. Начиная от ЖКХ, кончая транспортные проблемы и другими проблемами. Может быть, сами себя поставили в каком состоянии? Исходя только из того, что у городской власти нет ресурсов для решения этих проблем. Нет ресурсов у городской власти для решения этих проблем, потому что все ресурсы, система выстроена так, что они интегрированы, уходят в крупные корпорации, которые существуют у нас, ну, уже даже не в Москве, в кипрских офшорах, которые все эти свои экономические интересы решают. Поэтому в этой ситуации... И федеральный бюджет. Ну, и федеральный бюджет, да. В этой ситуации, безусловно, главная проблема, с которой столкнутся и сталкиваются сейчас и городские власти, и жители города Красноярска, это стать хозяевами на своей территории, это стать хозяевами конкретных производств, это налаживание... Тут, может, по-разному, да. Это, безусловно, если в глобальном масштабе, то это изменение всей социально-экономической системы. Если говорить конкретно о приложении городской власти, то это развитие муниципальных форм во всех отраслях экономики, которые есть. Нам нужны развитие своих транспортных предприятий и строительство дорог, да, они должны быть муниципальными, и мы должны знать, что вот это эффективные предприятия, в которые мы вкладываемся. Мы создаем рабочие места именно в том секторе, в котором городская власть может на них влиять и принимать ответственные решения. Это создание муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, потому что без этого мы никогда не решим проблему вороватости вообще в этом секторе экономики. Но для того, чтобы все решать эти все проблемы, туда должны действительно прийти принципиальные, честные, ничем не замороченные и ничем не опороченные люди. А вот как это сделать? Вот вы, знаете, я слежу за вами, вот за двумя, слушаю вас. Я думаю, что со мной согласятся телезрители. Вы молодые. Здесь не сидят так, у всех людей моего возраста, это понятно уже, как говорится, материал отработан в какой-то степени. Хотя еще и работать, и работать. Но тем не менее, я хочу, вы же, вы же, вот вы должны какие-то какие-то слова, какие-то, я не знаю, вещи, которые пробудят интерес предстоящей избирательной кампании не людей моего возраста, а людей вашего возраста. Тогда мы можем преодолеть планку вот этих вот 19% и говорить где-то хотя бы, хотя бы о 40, о 50%. Это вообще возможно или нет? Как пробить этот понятие пофиговизма, будем так говорить? На протяжении всего периода своей политической деятельности я постоянно убеждаю избирателя в том, что мысль о том, что позиция избирателя никак не влияет на результат выборов, она неверна абсолютно. Они действительно влияют. И в моей жизни политической было много примеров того, когда 4, там путем 4 голоса уже изменяли позицию того или иного кандидата. Конечно. Даже 2 голоса были. Если сегодня сравнивать те выборы, которые были, выборы главы города, и мы говорим о низкой явке и так далее, ну ладно, мы сегодня можем говорить о том, что мы выбрали исполнительную власть, которая сегодня должна работать. Это не легкий труд на самом деле, но этой исполнительной власти сегодня нужно ставить задачи контролировать исполнение тех поручений, которые сформированы там федеральным уровнем, региональным и, соответственно, на местном уровне задачи, которые стоят. И в этом смысле сегодняшняя избирательная кампания, предстоящая, она гораздо важнее даже, чем кампания главы города. Потому что действительно, первое, она проходит в новой политической системе, то есть я имею в виду с точки зрения изменения системы выборов, новые округа, а значит нет уже те люди, которые ранее по округам избирались, которые стандартно были закреплены за участками, им уже сложнее сегодня побеждать. Даже старым депутатам, это новые территории абсолютно. Соответственно, конкуренция более сильная. Количество партий все равно заставляет увеличиться количество участников этого процесса. Я бы призвал сегодня молодежь активно идти в политические партии только даже ради того, чтобы принять участие в этой избирательной кампании. Может, поэтому-то и благотворен процесс большого количества партий. Ну да, есть определенный период. На определенном периоде, да. Более того, следующий будет период, он опять будет сокращен. Сейчас выявятся лидеры какие-то, пускай они примут участие в кампаниях, пускай они проявятся. А дальше будем уже чистить. Андрей, коротко, пожалуйста, что нужно пробудить, чтобы пробудить интерес к предстоящим выборам именно молодых людей? Я думаю, что слова никакой интерес здесь не проявят. Сколько бы ни распинались мы ни в эфире, ни с помощью агитационных материалов, интерес проявит и желание участвовать в выборах конкретная ситуация. Экономическая, социальная, которая развивается в городе. Я думаю, что... Для этого я не думаю, что нам нужен какой-то взрыв экономический или социальный. Я думаю, что... Надо избежать этого. Понимаете, вот революции делают не революционеры. Их делает власть, которая не способна решить те проблемы, которые стоят перед обществом, государством и муниципалитетом. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что... Вот как развивается политическая ситуация в городе, да, мы идем как раз к тому, что интерес к этим выборам в городской совет может быть подогрет именно той экономической и социальной ситуацией, которая есть. Вот. Зависит все, конечно, от многих факторов, в том числе и от погоды, да. Если будет хорошее солнце, то бедные и несчастные люди, живущие в нашем городе, которым нечего есть, поедут на грядки копать свою картошку и морковку, чтобы прожить голодную зиму. А если будет дождь, снег и слякоть, да, то я думаю, эти озлобленные люди придут на выборы. Ну, как они проголосуют, это уже их право. Спасибо вам большое за участие в программе. Я еще раз хочу вам сказать, вы знаете, мы, конечно, подняли только поверхность, как говорится, поверхность этого айсберга. Конечно, надо говорить, рассказывать, понимаете, объяснять свою позицию. Хотя вот Андрей говорит о том, что сегодня телевидение, допустим, вообще СМИ не так влиятельное, как были раньше, тем не менее, я не согласен. Он все равно терпит информацию из СМИ. Конечно, сейчас очень большая часть молодых людей переместилась в интернет. И вот в этой связи я просто хотел бы сказать, что мы тоже, понимая значение вот этих вещей, мы тоже заимели своего блогера и будем разъяснять свою позицию именно в интернете, продолжая вот выдержки из тех программ, которые мы сейчас с вами записываем, с тем, чтобы привлечь как можно больше внимания. Я думаю, в конечном итоге это повлияет на явку избирателей. Спасибо вам. Всего доброго. Успехов вам. Я вам могу только сказать. Будет возможность, я обязательно вас приглашу. Мы еще не раз встретимся до предстоящих выборов, которые пройдут во второе воскресенье сентября. Ну и, наверное, дам возможность вам еще раз высказать то, о чем вы думаете. Я благодарю за внимание наших телезрителей. Надеюсь, что время, которое вы сейчас провели у экранов, оно не бесполезно для вас. Вы поняли, в чем-то разобрались. Вы понялись с каким-то пониманием каких-то проблем, идей. Мы услышали комментарии вот тех людей, которые возглавляют различные партии, в данном случае коммунисты России и либерально-демократическую партию. Наверное, в любом случае это полезно. Я благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Надеюсь, что с каждой передачей ваша активность все больше и больше будет пробуждаться. И в сентябре месяце, во второе воскресенье сентября, мы будем иметь высочайшую явку, которая покажет, как нужно голосовать и как вообще нужно относиться к избранной власти и как ее избирать. Всем доброго. Берегите себя. До встречи в эфире. Телеканал «Центр. Красноярск». Субтитры создавал DimaTorzok